В ожидании доходов в первом квартале 2017 года власти округа планируют получить отчисление в бюджет по Харьегинскому соглашению о разделе продукции. Ненецкий округ в числе опорных зон. Законопроект о развитии Российской Арктики внесут в Госдуму до 1 апреля. Погода вносит коррективы. Автозимник Нарин-Марусинск закрыт на замок. С главными событиями этого дня в студии Ирина Цепитова. Глава государства Владимир Путин призвал поддержать положительный тренд в экономике страны. Об этом он заявил в ходе совещания, которое провел с премьер-министром Дмитрием Медведевым и членами правительства. Глава государства также предложил поговорить о том, что нужно сделать для обеспечения темпов экономического роста. В 2016 году были положительные тенденции, но нужно признать, пока это неустойчивые. Важнейшая задача, подчеркнул Владимир Путин, обеспечение общей макроэкономической стабильности. Надо сохранить устойчивость государственных финансов, приемлемый низкий уровень инфляции и безработицы, а также обеспечить меры реагирования на возможные риски. Нужны новые стимулы для развития экономики. Необходимо поддержать малый и средний бизнес, включая финансовые инструменты для обеспечения предпринимательских инициатив и притока инвестиций. Исполнение бюджета НАУ в начале 2017 года идет напряженно. Расходы превышают доходы. На минувшую неделю в окружную казну поступило 20 миллионов 800 тысяч рублей. Израсходовано более 146 миллионов. Львиную долю средств порядка 90 миллионов направили на зарплаты, более 30 на социальные выплаты. Низкое поступление доходов в казну региона – типичная ситуация для начала года, отметила в беседе с журналистами вице-губернатор Татьяна Лагвиненко. Сегодня она провела брифинг для местных СМИ. Традиционно финансовый год регион начинает с переходящими остатками. Если в 2015 году они составляли более 1 миллиарда 800 миллионов рублей, в 2016 – 358 миллионов, то в текущем году на январь перешли всего 67 миллионов. Подушка не самая мягкая, но, по словам Татьяны Лагвиненко, это не самое печальное начало года. Крупных поступлений в окружную казну в январе традиционно не предвидится. Первый налог на прибыль и НДФЛ поступят только в апреле. Вместе с тем, в первом квартале 2017 года планируются доходы по Харьягинскому соглашению о разделе продукции. С прошлым годом СРП мы в первом полугодии вообще не получали. То сейчас, по прогнозу, они предполагают нам перечисление. По словам Татьяны Лагвиненко, ни о какой конкретной сумме речи сейчас не идёт. Объём поступлений будет зависеть от курса и цены на нефть. Напомню, бюджет 2017 и последующих годов верстали, исходя из цены нефти марки «Юрлс», в пределах 40 долларов за баррель. С начала года цена на нефть не опускалась ниже отметки в 53 доллара за баррель. Этот бюджет 2017, 2018 и 2019 годов сформирован более реально, достоверный бюджет с точки зрения доходов. В этом плане нам легче, что мы не даём каких-то излишних обещаний, мы не планируем, допустим, излишних трат. Но, опять же, надо говорить о том, что в бюджете есть определённый, так сказать, скрытый дефицит, когда у нас не полностью запланированы субсидии по ЖКХ. Поэтому нам в любом случае нужно изыскивать дополнительные источники. Стоит отметить и тот факт, что по сравнению с 2015 годом расходы бюджета сокращены на 6 миллиардов, с 2014 – на 4 миллиарда. Доходы окружного бюджета на 2017 год запланированы в объёме 12 миллиардов рублей, расходы – 12 миллиардов 800 миллионов. 800 миллионов – это дефицит, который покроется за счёт привлечения кредитов. Напомню, предельный размер госдолга в НАО – 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Фактически, госдолг сегодня равен 3 миллиардам 600 миллионам рублей. По параметрам мы предполагали, что у нас должно быть на 1 января 2017 год госдолг 3 миллиарда 300, но 300 миллионов в декабре мы не покосили, потому что обеспечивали зарплату и расчёты учреждений. Поэтому на сегодняшний момент мы будем изменять параметры, выходя на сессию. Несмотря на все сложности, расходные обязательства перед населением будут выполняться в полном объёме. Такие приоритеты поставлены губернатором Неницкого округа Игорем Кошиным. Это прежде всего зарплата, социальные выплаты, коммунальные плачежи. Но эти приоритеты были в прошлом году. В этом году администрация НАО намерена продолжить работы по привлечению в округ федеральных средств. Также Департамент финансов и экономики НАО прорабатывает вопрос с Минфином по замещению коммерческих кредитов казначейскими, что позволит сократить расходы на обслуживание госдолга. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Законопроект о развитии Арктической зоны Российской Федерации внесут в Госдуму до 1 апреля. Документ рассмотрен и поддержан на слушаниях трёх профильных комитетов Совета Федерации. Сегодня законопроект обсуждается в аппарате правительства России. Федеральный законопроект о развитии Арктической зоны России вводит определенные нормы регулирования в арктических регионах нашей страны. По словам замминистра экономического развития Александра Цибульского, в документе нет никаких понятий, выделяющих арктическую зону из общей резиденции российских регионов. Там закрепляется понятие особых экономических зон, а также различные направления, такие как социально-экономическое развитие и трудовые отношения. Это будут некие отсылочные нормы для дальнейшего нормативно-правового регулирования в формате постановлений и распоряжений правительства. Для развития Арктики выбрано 8 главных направлений, на которые будет обращено особое внимание властей. Это Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймара-Турханская, Северо-Якутская и Чукотская. Целью создания этих опорных зон являются производство технических средств и технологий, экологический мониторинг, повышение качества жизни коренных малочисленных народов и другие приоритетные задачи. Потенциальные запасы арктической зоны России составляют 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. При этом вкладывать средства в территории, входящие в арктическую зону России, готовы и отечественные промышленники. Речь идет не только о добыче полезных ископаемых, но еще и о вложениях в социально-экономическое развитие регионов. В Арктику они готовы вложить триллион рублей. Александр Цибульский также заявил, что обновленная редакция госпрограммы социально-экономического развития Арктики будет внесена в правительство России 1 февраля 2017 года. Погодные условия приостановили движение по зимнику Нарин-Марусинск. Он закрыт с 11 утра. Видимость местами нулевая. Свои коррективы в работу временной автодороги внесли сильный ветер и снег. Сейчас прорабатывается вопрос изменить режим закрытия, перейти на ограничение движения, потому что метель там заканчивается в ночное время, по прогнозу не ожидается, но ветер там сильный, до 14-15 метров в секунду. Мы патрулируем, наши машины патрулируют и идет информация. Мы сейчас рассматриваем вопрос об ограничении. Значит, пропустим грузовой транспорт, легковой пока пропускать не будем. В процессе эксплуатации там работает технологический транспорт. Либо мы примем решение сопроводить колоннами, либо откроем для грузового транспорта. Это по погодным условиям будет в ближайшее время видно. По прогнозам синоптиков, в четверг ожидается максимальное усиление ветра, а уже в пятницу он начнет стихать. О состоянии зимника можно узнать на информационном табло. Оно установлено в начале временной автодороги в районе поселка Харьягинский. Еще одно табло установили на Лаевожской дороге в районе асфальтобетонного завода. На первом ДРП работает видеорегистратор, с помощью которого отслеживают количество автомобилей, которые выехали на зимник. Ежедневно работники подрядной организации совершают объезд всей трассы на грузовиках для помощи автомобилистам. Смотрите далее в выпуске. Квитанция ЖКХ станет прозрачнее. Помимо детальной расшифровки всех начислений, изменится и структура платежа. Больше общественного контроля, меньше самоуправства управляющих компаний. Эти цели преследуют два постановления правительства, подписанные Дмитрием Медведевым в конце декабря прошлого года и вступившие в силу 1 января. Согласно задумке авторов, новые документы сделают более прозрачным формирование платы за коммунальные платежи. Ведь зачастую жильцам многоквартирных домов приходят квитанции с цифрами, появление которых в управляющих компаниях объяснить просто-напросто не могут. Вот хотя бы взять октябрь или ноябрь. За обслуживание брали 1441 рубль 75 копеек. Сейчас увеличили больше, чем в полтора раза. 2883 рубля 50 копеек. Каждый месяц Тамара Алексеевна пытается выяснить, за какие такие услуги управляющая компания начисляет большие платежи. Стоимость тепловой энергии, горячей и холодной воды вроде бы не изменяется, а квитанция приходит всё с новыми и новыми цифрами. О постановлении в сфере ЖКХ жительница многоквартирного дома по улице Ленина узнала из местной газеты и очень обрадовалась. Собственник жилья увидит, сколько ему начислено на свет в подъезде, сколько за воду в подъезде и так далее. Но расшифровки нет. Помимо детальной расшифровки всех начислений, изменится и структура платежа. Теперь общедомовые коммунальные расходы будут включены в плату за содержание жилого помещения. Строка за общедомовые нужды будет фиксированной. Тариф определят до конца января. Если, получается, произошел объём потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, больше нормативы это вышло, то это будут уже убытки управляющей организации. Если он выйдет меньше, это значит её прибыль получается. То есть управляющие организации будут заинтересованы, как бы сказать, искать своевременно устранять всякие утечки, поломки и тому подобное на системах. То есть жители, они увидят видоизменённую квитанцию уже с февраля 2017 года. Вот эти услуги, они будут стоять так же, как и плата содержания, пропорционально квадратным метрам, значит, отдельными строчками. В целом для жителей многоквартирных домов плата за коммунальные услуги повысится. Сегодня управляющим организациям разъясняют, как взимать плату за общедомовые расходы. Все расчётные цифры по новым тарифам будут опубликованы на сайте администрации Наринмара в конце января. Ну, то есть, по сути, происходит увеличение тарифа на жилищные услуги. Ну, то есть, получается так. Единовременно у всех управляющих компаний страны будет возможность увеличить размер платы за содержание на вот эту сумму, которая будет расчётной, без проведения общего собрания. То есть, вообще, обычно плату никаким образом, кроме общего собрания, не изменить. То есть, здесь у нас будет разовая возможность это сделать на основании федерального закона. Также постановление ужесточает ответственность управляющих организаций за неправильно начисленные коммунальные платежи. Теперь с компанией взимается штраф в размере до 50% от суммы излишка. То есть, к примеру, если человеку полагалось заплатить за услугу 1000 рублей, а начислено 1500, то ему перерасчёт сделают, снимут 500 рублей и ещё 250 рублей сверху, как бы, как перерасчёт сделают в виде, ну, в квитанции. Как возмещение? Да, 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 возмещение вот этого исчерба. Постановлением правительства вводится ещё одно важное изменение – увеличение общественного контроля. То есть, общественные организации, советы, некоммерческие объединения могут проверить деятельность управляющей компании. О своём визите необходимо предварительно уведомить организацию. Все принятые меры, по задумке авторов документа, должны повысить качество услуг ЖКХ и уменьшить недовольство населения. Валентина Чибичек, Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Рособранадзор начал публикацию видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ-2017. В серии из 11 видеолекций руководители Федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ рассказывают об особенностях и содержании экзаменов по каждому из предметов. Изменения к 2017 году дают рекомендации по подготовке к ЕГЭ и отвечают на вопросы выпускников. Своими советами, как успешно подготовиться и издать экзамены, делятся также участники ЕГЭ 2016 года, получившие высокие баллы на экзаменах. Как отметил руководитель Рособранадзора Сергей Кравцов, квалифицированные советы и разъяснения от разработчиков экзаменационных материалов ЕГЭ помогут выпускникам из любого уголка нашей страны лучше подготовиться к экзаменам, понять содержание и особенности предстоящих выпускных испытаний, а учителям эффективнее выстроить работу по подготовке к ЕГЭ. Видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ выйдут в течение января. С опубликованными материалами можно будет познакомиться на официальном YouTube-канале Рособранадзора и портале ЕГЭ. Там уже размещены две видеоконсультации по химии и математике. В продолжение темы. Заявление на участие в ЕГЭ 2017 года необходимо подать до 1 февраля включительно. В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать тестирование. Два экзамена, русский язык и математика являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в ВУЗе. Выбор должен быть основан на том, по какой специальности или направлении подготовки намерен продолжать обучение участник ЕГЭ, и какие предметы будут засчитываться ВУЗом в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных ВУЗов. После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению Государственной экзаменационной комиссии субъекта Федерации только при наличии у заявителя уважительных причин, болезней или иных обстоятельств, подтвержденных документально, и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. В ночь с 18 на 19 января всеправославные христиане отметят один из самых чтимых праздников – Крещение Господне. В Крещенский сочельник по традиции купаются Виордании. 19 января православные празднуют Крещение Господне или Богоявление. Главные традиции праздника связаны с водой. В Крещенский сочельник верующие окунаются в освященные воды Иордании, проруби в виде креста, чтобы очиститься духовно. Как праздновать Крещение, кому можно окунаться в Иордань и чем удивительна Крещенская святая вода, расскажет Валентина Чебичек. Традиция купания в водоемах на крещенские праздники берет истоки из Древней Руси. В 988 году византийские священники крестили в водах Днепра, Владимира Красносолнушка, его детей, дружину и тысячу жителей Киева. Так Русь стала православной, а ее жители стали жить по христианским законам. Это древняя традиция. Она ведет начало от самой евангельской истории, потому что Христос крестился в водах Иордана. Он осветил воды. Он даровал им всеобъемлющее освящение. И не случайно есть такое выражение, которое пришло из церковной жизни, из священного писания, от Библии «вода жизни». Согласно верованиям христиан, вода в праздник Богоявления приобретает лечебные свойства и животворящую силу. Поэтому на протяжении всей недели люди окунаются в проруби. Их освящают богослужители в ночь с 18 на 19 января. Конечно же, здесь должно быть благоразумие. И те, кому не позволяет возраст, немощь, естества, болезни, они должны в храме обрести эту благодать, подчеркнуть этой водой, взять ее в свои дома, чтобы каждый день это освящение обновлялось. Освященную воду полезно пить. Традиционно в Богоявленском храме каждый прихожанин может взять воду с собой и попить после службы. Сегодня служба была в 9.30. Освящение воды. Ее наливали через кран, трубу там. И вот сегодня крестом освящали, то есть во время службы. И потом после службы сразу начали выдавать. В основном причастились и сразу вот сюда, за водичкой. Сколько уже взяли вот с утра? А у второго бокалашка уже. Есть какие-то правила, как правильно пить, принимать или здесь? Ну, конечно, желательно, чтобы перед этим предъявлением нужно молитву прочитать. Отче наш помолиться, попросить Господа, там, то, что помоздравим, может, что-то такое. Очень, ну, лечит очень вода святая. Вообще, это недуг. Искупнуться в целебной воде можно будет 18 января. Иордань на Качгартинской Курье уже готова и начнет принимать жителей города с 22 часов до 2 ночи. 19 января можно искупаться с 10 до 20 часов. Затем прорубь будет закрыта. В этом году погрузиться в Иордань смогут и жители поселка Искателей. Для них будет сооружена крещенская купель на Печоре. Торжественная литургия в Богоявленском храме начнется 19 января в 7.30 утра. После этого крестный ход и освящение воды в Иордании. Освящение в два дня проходит одинаковым ритуалом. Поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее прогноз погоды.